приветствую вас друзья и не другие вы знаете вот надоели эти разговоры про то что алла борисовна пугачева политичный все равно лишь бы творчество политика никогда не за нас я уже просто затрахался напоминать про ее сотрудничество там с разными совершенно персонажами из политического поля иногда сомнительными иногда такими любимыми наши богемы как олигарх михаил прохоров но а вот напомню давний ролик когда она топилась за владимир путина что не политика я давно знаю владимира путина знаю как умного человека у которого слова с делом никогда не расходились и не расходятся сказал не пойдет на третий срок значит не пойдет поэтому я не хочу участвовать в этом вселенском плаче путин останьтесь путин останьтесь я пойду и проголосую за единую россию за его партию а стало быть за него и вам советую сделать то же самое всегда ваша алла пугачева за путина за единую россию выбор спрашивать вас про личную жизнь мне интересно в этом смысле почему концептуально ну потому что как-то меня лично это не очень интересует а меня тоже интересует так сказать то что может интересовать людей сейчас ты мне будешь про путина мне это не интересно про медведево мне тоже не интересно про путина сразу вы думаете я тут первое что тебя сразу путин когда это я вам даже еще такой вопрос не задал подождите я не чулпан хаматова то о чем а лысый о расчетке вы кстати если вы были чулпан хаматовой вы бы поддержали путина я не чулпан хаматова поэтому я не могу сказать это тебе лучше знать если ты была чулпан хаматова ты поддержала бы путина ты же с ней общаешься но вот кстати раз мы говорим о том что я могу вообще не поняла ты поддерживала путина или нет это было настолько непонятно да в эту предвыборную камеру кажется только вам алла борисовна было не понятно вот никого в моем окружении никому не понятно было поддерживала ты а почему не не поддерживал они знают то ты с прохоровым вроде как прохорова защищаешь и поддерживаешь то вроде про путина неплохо говоришь то вдруг как бы как когда я говорила подождите что и ну так я не говорил неплохо про но я сейчас не могу тебе конкретно сказать но смотрите поддерживаю прохорова ты уже как бы получается не по баре сути я не говорила о том что я поддерживала путина и в этом смысле как раз вы насколько я знаю снимались в ролике четыре года назад поддержку вот я и не скрываю правильно ли я понимаю что вы поддержали прохоров вот из вашего интервью для того чтобы такие люди как прохоров работал у путин чтобы они были где-то рядом си путин прохоров кудрин очень хорошие есть несколько человек рядом все вокруг путина или как медведи представь себя что ты царица да у тебя есть сенат такой да тебе нужно 10 человек хороших советников ты наберешь 10 человек у тебя есть но я таких планов просто не строю ну представь себе у тебя же воображение хорошее я даже не представляю себе я даже не представляю себе это плохо ты же хочешь быть большой и сильный ну хорошо я царица мне нужно 10 человек и кого бы вы взяли ну я сейчас не буду зачем я почему-то говорить кого врачи мне это нужно просто я говорю подождите мне это нужно это еще представлять а вы реальная царица подожди трещать я уже старая больная женщина может быть я говорю о количестве понимаешь а такое такого количества нет рядом с путином всем ясно было что он будет президентом 10 человек набери понимаешь нет внутри до 4 то есть вы хэдхантер для путина правильно я понимаю ну может быть я не даже какой хэнд ну это человек который ищет людей которые будут работать в турнире ушка смело моя вообще-то бывшая певица артистка я не хэнд 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 такое словечко придумали нет я просто смотрю со стороны и могу сделать вывода что вот этого не хватает потому что не хватает прежде всего того что я выросла на том что говорили что партия это слуги народа ну тогда тоже плохо служили а сейчас вообще забыли То есть народ в выслужении власти. А вообще власть это слуги, которыми надо хорошо обращаться, которым надо неплохо платить, для того, чтобы они обслуживали нас, народ. А если забыли, нужна ли такая власть, которая об этом забыла, что они слуги народа? Такая есть. А потом уже, может быть, напомнить, один напомнит, второй напомнит. Какая есть? Власть можно менять? Как напомнить? А найди сначала 10 человек, тому же Путину, которых он бы прислушивался, понимаете? Все обещания, данные Владимиром Путином фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Помощь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него. Поява Хаматовой у промо-компании Путина выкликала бурхливую реакцию. В интернете ее называют зрадницей или заручницей. Сама Чулпан свиевчинок не прокомментовала. Ну, Шевчук же достаточно бескомпромиссный человек. А насколько вы компромиссны? Да, я компромиссна. У меня есть фонд. Поэтому в этой истории, в смысле, если говорить про политическую ситуацию, у меня ситуация сложнее, чем у Юры Шевчука. Она не такая простая. Если бы не было фонда, если бы я не была мамой троих детей, я пошла бы на баррикады. Мне даже, наверное, было неважно, за кого и куда. А почему? Не знаю, какой-то такой дух борьбы сидит во мне априори. Наверное, из-за советского прошлого, из-за книг про Марата Козея, Зою Космодеменскую и так далее.